здравие соратники рад что я снова с вами потому что канал забанили и давайте как мы съездим сегодня мы в Болхове арендный русский городок даже вот возле автовокзала можно далеко не отходя увидеть можно увидеть кучу допотопной архитектуры просто кучу даже какие-то старые возле магазина склады гаражей они явно допотопные посмотрите как выложен таких зданий много все не осмотришь поэтому давайте мы приступим к осмотру главного главных достопримечательностей города Болхова это церкви всего будет две части поездки в Болхов но мы начнем с церквей потому что самая бомба и самый смак во второй части и начнем мы с церкви Георгий Победоносцев хотя этих церквей там немерено мы заглянем в эту церковь также и немножко в другую которая находится чуть подальше но сам все-таки повторюсь самое интересное мы оставим во второй части это интересно когда явно из другого материала сделаны прокладки между этими двумя выпуклостями раузунду зачем-то заделали кирпичом античный стиль явно но судя по кирпичу это все-таки старое здание просто покрашенное вот это вот новое напомним и в церкви так называемой церкви называемого Георгий Победоносцев но судя по качеству кирпича это старое здание вот даже не хочу официальной сказке говорить когда и что было построено потому что это чушь собачья и опять так строили архитектура не русская греко-римская явно но сделан из кирпича давайте обойдем странный храм ну просто очень странный много загадок всего не покажешь но попробуем осветить хотя бы частично дабы вас не утомлять белый камень как мел часть отмостки белого камня так строили интересно местный батюшка утверждает что культурный слой идет на 8 метров когда откапывали и внизу белый камень основание из белого камня давайте заглянем внутрь этого храма и посмотрим что там нетипично для церкви и нетипичная крыша своды но самое интересное в той части где не отреставрировано вот таки мы прошли престол так называемый что мы видим здесь вот так строили ух только столько арматур прямо с центра идет шли вибрации вот поэтому штырю это так и было и вот к чему такое количество заземления бешеного шины что за аппаратура тут было прям с одной стороны ведь мы такого не дим уже срезали но решеточки на окна клетка фарадея и тут еще один купол замечательно мало что интересного но кирпичи очень большие вот так как на какую руку это кирпич все равно 30 сантиметров найти немаленький тут тоже много-много заземления но проем явно заделал и заделал позже причем эта ниша для чего-то была нужна как резонатор какой-то вот тут вообще ничего не понятно ну ладно пойдем дальше а это площадь перед булховом перед двумя другими церквями и весь был подобной архитектуры полон полон потом и не типично русские избушки на избушке общение на креции либо время только в кирпичном исполнении его товарищи троица вроде да странно вот зачем церкви часы зачем церкви звезды но самое интересное чем шпили этот колокол резонатор кельмгольца купол такой прям между одной стеной другой церкви колокольник маленький такой посмотрим поизучаем вторая прям рядом странно очень-очень странно и вон там 3 колонночки интересные каримский дырянский стиль неважно важно что-то повторяет эфирные потоки там от резонаторы это явно не окошечки здрасте давайте-ка прогуляемся внутрь на второй этаж он еще нет реставрирована страна такая красота и еще ничего не замазать и мы посмотрим что как сделано тоже большие кирпичи вот так выглядит купола наружу сверху везде шина заземления я не знаю заземление это или нет но вот эти металлические шины везде стены вот это так и было вот эти шины были они явно не для укрепления стен стены более чем толстая вот это вот все было центр какой-то оборудование выводилась шло прямо очень много шин идущих под углов из стен куда-то в центр ну естественно себе на полу звукорезонансные технологии и решеточки но не от воров они нет от воров а вот это специально подальше ваше время но это было найдено рядом с церковью вот этого плита затрудняясь прочитать надпись специально не ускоряю ничего показывал для тех кто пожелает замедленной снимке прочитать что там написано я понимаю лишь отдельные слова если кто-то сможет прочитать буду весьма признательно пишите в комментариях поэтому немножко я замедленно положу камерой чтобы дать возможность тех пожелает мог попытаться прочитать мне кажется что плита это все-таки до подобное потому что тут не вдавлена кто-то то есть не вырезали а вот именно та технология которая была до потопа размягчение камня потому что такие выпуклые символы можно сделать лишь имея ту технологию заливки камня размягчение камня иначе нужно слишком много аппаратуры вручную такого не сделают вот сейчас такое делать очень очень сложно тем не менее мы видим то что мы видим то есть мне кажется что это оригинальный текст они сделаны после потопа для классификации истории поэтому пожалуйста если кто-то может я вот читаю только слова добра вот только что было пожалуйста почитайте что там написано буду признать если кто-то может опять же соседняя стена не так интересно но тем не менее покажу ее но она уже по другой технологии она как выцаркана вот тут скрести скорее всего фальсификация но это все лишь мое мнение идем дальше святые же начальные троица памятник архитектуры естественно естественно тут кирпичики маленький нормально вот интересненький крюк он везде заземлено это явно не для укрепления стен и везде огромное количество такой же арматуры непонятно для чего что-то там было для чего-то она была вибрация передавала очевидно настроить создание железо отлично проводит вибрации и энергии очевидно подозревают чтобы все здание резонировало вибрировала в унисон но это лишь мое предположение чуть позже я снимаю видео о звуке о том как из звука получать энергию включая электричество потому что электричество не единственный вид энергии очень старый кирпич очень мы обойдемся снаружи посмотрим но тут стены параллельны кирпичи резонаторы вот это вот замечательная вещь им просто прелестно вот это вот было из кирпича вот это вот нужно так в такой формы как-то запятнуть в печь и обжечь вот это вот все было маловероятно технически это мало выполнено потому что узор деформируется в печи и до печи потому что глина это межпотопное сооружение которое на месте первого разрушенного храма на мой взгляд батюшка говорит что там белый камень он прекрасно звучит прекрасно вибрирует так вот фундамент этих церквей из белого камня на глубину 8 метров аж потом достроили из кирпича из того что было смызноватая структура и архитектура это все что пока можно сказать про их очень много я показал две наиболее большие и явно не для того чтобы помолиться их строили давайте посмотрим сам непонятное устройство сверху типа рупора давайте посмотрим на колоколь у нас позволение батюшки пустили поэтому давайте посмотрим самое нам это интересно что это неудобно так дверцы ух ты продолблено полезли вверх извиняюсь за мое дыхание старых нерадостей колокольня но очень высокая не знаю даже 7 точно но очень высокая видно что оригинально изначально не было там никаких лестниц все это сделано из дерева это все новые относительно недавно построен вот он тот самый между колокольней и основной церкви потому что колокольня была построена позже но об этом мы расскажем ну а пока лезем вверх лезем к самому интересному в этой колокольне к старому колоколу я не уверен что он старый но есть признаки того что он не наводил почему этот считаем смотрите чуть дальше понятно что много людей вот мы и пришли вот интересно вот интересно из трех один всего из четырех один самый старый вот он и явно вот это сделано из другого материала а тут ну вот серенький а это другой материал явно это железка а по но я что написано чего написано ничего не написано на узор видно Голубей видно. Вот это явно новодел, это даже не интересно. Да, это Воронежский.